ВМФ РФ получит несколько десятков кораблей противоминной обороны проекта 12700 главкомат 17 января 2019 года Интерфакс АВН ВМФ РФ получит несколько десятков кораблей противоминной обороны проекта 12700 главкомат Перевод по Неве на Ладожское озеро для прохождения заводских ходовых испытаний морского тральщика Иван Антонов проекта 12700 заводской номер 523 19 сентября 2018 года Источник изображения Москва 16 января Интерфакс АВН новейший корабль противоминной обороны ПМА проекта 12700 Иван Антонов успешно завершил государственные испытания Его экипаж готовится к торжественной церемонии подъема Андреевского флага, которая состоится 26 января, сообщает в среду главкомат военно-морского флота ВМФ Иван Антонов станет очередным кораблем, который пополнит минно-тральные силы ВМФ России в рамках плана по их активному переоснащению В ближнесрочной перспективе для ВМФ будет построена серия из нескольких десятков кораблей противоминной обороны проекта 12700, сказано в пресс-релизе Отмечается, что корабли данного проекта предназначены для борьбы с морскими минами, в том числе и с новыми, так называемыми умными морскими минами Которые корабль ПМА типа Иван Антонов может обнаруживать, как в воде, так и в морском грунте По оценке главного командования ВМФ России корабли ПМА проекта 12700 существенно усилит потенциал и эффективность минно-тральных сил флотов ВМФ России Говорится в сообщении, водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина 61 метр, ширина 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении 16,5 узлов, экипаж свыше 40 человек Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств В проекте корабль ПМА реализован новый подход к созданию комфортных условий службы экипажа, информирует головкомат ВМФ Корабль ПМА проектирует ЦМКБ «Алмаз», строит Средненевский судостроительный завод, СНСЗ, Санкт-Петербург СНСЗ и ОАО «ЦМКБ «Алмаз» накопили большой опыт На базе этого опыта и передовых мировых тенденций в сфере противоминной обороны предусмотрено формирование противоминного контура с применением новейших, высокоэффективных гидроакустических станций, размещаемых как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, интегрированной мостиковой системы, главного командного пункта автоматизированной системы управления противоминными действиями Вместе с тем, корабль способен использовать и традиционные тральные вооружения, сказано в сообщении Отмечается также, что корабли ПМА данного проекта имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии Достоинством корпуса корабля ПМА является более высокая прочность в сравнении с остальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса корпуса значительно меньше, говорится в сообщении 16 января 2019 года права на данный материал принадлежат интерфаксам Материал размещен правообладателем в открытом доступе Продолжение следует...